МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как раз перечень материалов, в том числе и в Пермском крае, он предусматривает и химиотвердевающие, и светоотвердевающие материалы. Никогда исключений не было. И все медицинские организации, в том числе и частные, заходя в систему ОМС, они-то прекрасно знали, что они не имеют права брать с пациентов по ОМС деньги, они не имеют права, то есть они заходили в программу, зная список, зная перечень изделий, материалов, расходных материалов, медикаментов, и они его знали. Недопустимо взимание следствия за анестезию. То есть если вот это где-то происходит, это совершенно цинично со стороны учреждения, потому что обезболивание адекватное. Это всегда было одно из основных показателей, есть международная концепция по борьбе с болью и так далее. Автор следующего вопроса не подписался. Составив список необходимых продуктов, я отправилась в магазин «Монетка» в Верхних Мулах, стала переписывать ценники в поисках более дешевых товаров. Сотрудник данного магазина мне пригрозила, сказав, что делать это в их магазине запрещено. Вслед пошли нарекания, что я сотрудница другой сети. В общем, осадок остался неприятный. Хочу спросить, правда ли я что-то нарушила. Вы ничего не нарушали, не беспокойтесь, сотрудники магазина были абсолютно неправы, делая вам такие замечания. У нас с законом о защите прав потребителей, статьей 8, предусмотрено, что продавец обязан довести полную и достоверную информацию о товаре, в том числе и о цене его, до потребителя, до заключения договора. То есть какие-то ограничения в данном случае, каким образом будет потребитель ознакомливаться, изучать эти цены, допустим, если речь идет о ценниках, нигде в законе не предусмотрено. Также ссылка о том, что в каком-то магазине по их локальному документу запрещено сфотографировать эти ценники, либо переписки за ценники, это является нарушением законодательства. Это все вопросы на сегодня. Новая тема будет уже завтра. Пишите, звоните. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин